Всем доброго времени суток, друзья мои, зрители моего канала, с вами Ardor, меня зовут Алексей, и я хочу сейчас с вами поговорить об одной очень важной теме, как раз таки по поводу формата Global Saga, и то, как сделать так, чтобы на канале выходило их гораздо больше, и они были каждый по-своему интересен. Ну вот, собственно говоря, о чем речь? Как известно, ролики Global Saga пилить очень сложно. Приходится захватывать огромное количество поселений, писать огромный сценарий и делать ролики минут на 20-30, учитывая, что и писать сценарий долго, и монтировать долго достаточно, и записывать это еще гораздо больше. Допустим, на обычный геймплей Saga у меня уходит минимум часов 20, можете даже посмотреть, допустим, в Steam у меня RIM до записи Global Saga, по времени там было сколько наиграно? Тысяча часов, сейчас уже 1800, охренеть это дофига. Вот. Ну и по другим играм, естественно, так же. Если игра незнакомая, то еще больше. Я вот сейчас пишу ролик по Global Saga как раз-таки за Российскую империю, третью серию, и понимаю, что выходит ролик на очень большой диапазон времени, знаете ли, это не есть хорошо. В общем, надо подумать, что сделать для того, чтобы ролики выходили чаще, они всегда были интересны. Допустим, если же сейчас третья серия выйдет, она никому нахер интересна уже не будет, лишь некоторому количеству людей. За что огромное вам спасибо и благодарю вас за поддержку. Но меня все-таки интересует рост канала, и я хочу, чтобы ролики уходили в рекомендации для того, чтобы приходил новый зритель. Для этого мне нужно что? Чтобы ролики всегда были интересны, на выток, скажем, и, в общем-то говоря, они были как раз-таки по разным тематикам, и желательно, чтобы все эти разные тематики выходили раз в месяц. То есть, допустим, чтобы и Рим в месяц на канале выходил, то есть сага по Риму, чтобы сага и по Российской империи, допустим, по Импайру выходила, ну или там по другой фракции в Импайре, чтобы сага по Наполеону выходила, чтобы сага выходила по Сеугану, по Медивулу даже, чтобы ролики выходили по разным сериям игр Total War, это будет круто. То есть я смогу даже по Вархаммеру делать саги. Вот. Что мне для этого нужно? Так как я пилю ролики по Global Saga очень долгое время, уже на самом деле 8 месяцев дел и контент живет, или даже почти год уже, офигеть. С того момента, кстати, канал очень неплохо вырос, за что огромное вам спасибо. Но, как я уже сказал, ролики очень долго делают. Допустим, неделю-две я убиваюсь над тем, что сижу и пилю видос. Есть возможность пилить видос за день. Есть возможность пилить видос за день. Видите, в чем, опять же, дело? У меня есть идея, а что, если, допустим, растягивать какую-то кампанию на год или два? Допустим, играю я за Спарту, да? И Global Saga, допустим, идет ролик минут 10. То есть я в этом ролике буду рассказывать подробно все, что происходит. В плане дипломатии, отношения с оппозицией, отношения внутри семьи царской, отношения армии с политиками, отношения царя с армией. Вот все вот это буду описывать я. То есть разные диверсии, как там агенты себя проявляют туда-сюда-обратно. И все это будет выходить, знаете, вот минут на 10 ролик. И такие ролики будут выходить штуки 3 в неделю. То есть в понедельник, к примеру, в четверг и в воскресенье. По-моему, идея прикольная. И что, что хочу сказать? Нет, не в воскресенье, а, наверное, в понедельник, в среду и в субботу. Вот так вот клево будет. То есть ролики будут выходить в это примерно количество времени. Где-то примерно, как обычно, в час, в два по МСК. Они будут минут на 8-10. Они будут по разным играм серии. Допустим, Македония по Риму. Сюда, потом, допустим, по Риму уже другая фракция, потом уже другая фракция. А потом со временем буду возвращаться снова к Македонии. А потом продолжу играть за другие фракции. А потом, бац, снова Македония. И также, допустим, по импайру. Тут Англия, Великобритания. Потом, через месяца три, снова Великобритания. Или через два, чтобы как бы продолжалась эта история, да? Она как бы не будет заканчиваться навсегда. Она будет продолжаться. Вот. То есть завоевание туда-сюда-обратно. Прикольно будет, да? Допустим, по Сёгуну вышла серия, да, в этом месяце, да? Ну, сколько получается, допустим? Три недели? Три ролика по Сёгуну. За разные фракции в разных DLC-шках. И потом, бац, через месяц снова они появляются. Тоже эти три фракции. Ну, и в разных DLC-шках. То же самое и по Риму. То же самое и по Тили, и по Вархаммеру. То есть смогу, в принципе, делать в месяц много саг и по разным играм серии Total War. А также я смогу делать разные игры и по другим сериям игр. То есть, там, не знаю, то же самое, сколько скоро там оператор Ром выходит, допустим. Или же Оно. Та же самая цивилизация. Ну, в общем, стратегии, которые будут выходить, в принципе, они под этот формат все довольно неплохо ложатся. Можно сюжет расписывать туда-сюда-обратно. Много всего интересного делать. Вот. Я извиняюсь за токсикон. У меня время сейчас позднее. Я этот ролик запилил давно, но не знал, когда его выложить. Вот. Ну, для вас это давно, потому что я, ну, когда записываю, еще в субботу, а у вас уже, наверное, понедельник. Вот. Заряд, что спонтанный ролик. Это очень важный ролик, на самом деле. В общем, просто представьте, что, заходя на канал, вы будете видеть не просто какие-то прохождения, там, часовые, полторачасовые. Или же, допустим, стримы, одни записи стримов. Но вы будете видеть в вкладке «Видео» лишь ролики очень качественного контента. Они будут небольшие по времени. Их можно будет всегда посмотреть. Это очень удобно будет для вас. Но они всегда будут разные. И не только я буду, конечно же, заострять свое внимание, но до того, как я уже сказал. То есть, заходишь такой на канал, смотришь вкладку «Видео», а там у нас, хоп, одни видео очень довольно хорошего контента и качества, да? Клево, клево. Вот, чтобы к этому прийти, мне придется некоторые записи стримов закрывать. Поэтому, ребята, будьте в курсе всегда, где и в какое время у нас стрим проходит, по какой игре. То есть, я обычно планирую трансляции за день, поэтому вы всегда будете в курсе. Плюс, что еще хотелось бы отметить. Хорошие какие-то уникальные стримы, допустим, там, какую-то модификацию обзора я делаю, допустим, на стриме. Или же, допустим, какой-то кооп я буду записи оставлять. А такие проходные стримы, там, допустим, по Риму или там по Атилке, где мы просто играем за какую-то фракцию, я буду закрывать. Но, если этот ролик, вернее, стрим будет с хорошим количеством аудитории, то есть, с большим количеством аудитории, там, человек 200-300, будет себе 400. Если же там просмотров будет много на этом стриме, то запись я буду оставлять. Если же нет, если же удержание будет плохое, я буду закрывать запись стрима для того, чтобы ролики мои, так скажем, не фиксились с Ютубом. И будущие ролики, которые я буду заливать по Global Saga, заходили в рекомендации. То есть, это очень важно. Не обижайтесь, почему я закрываю, еще часто начну, вернее, закрывать записи стримов. Это все только для того, чтобы Ютуб продвигал мои видосы. Вообще, я об этой теме узнал Диоданта, у него на стриме сидел об этом, с ним разговаривал. И, в общем, пока решил не все стримы закрывать, я уже пост даже выложил, а лишь некоторые. Выложу, выложу, еще пока не выложил. Вот, наверное, в понедельник и выложу. Или в субботу, сегодня, не знаю. Ладно, еще раз всем спасибо, надеюсь, вы меня услышали. Пишите свои мысли, идеи, пишите, какие вы хотели бы увидеть фракции, в каких играх Total War или же в других играх не Total War. То есть, в формате Global Saga. Их сейчас много будет, очень много. Поэтому я начну уже завтра. И меня, как видите, уже очень много сейвов кидали. Сейчас покажу вам. Мне кидали, вот реально, в принципе, если посмотреть сейчас. Так, 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 так. Допустим, вот, мне кидали сейвы за Арвернов. Раз Global Saga. За Эпир, два Global Saga. За Египет. Ну, тут уже все, как бы, ничего не сделаю. Селевкиды, вот еще Global Saga. Галатия, Global Saga. Масилия, Global Saga. Парфия. Тут прикольно, кстати, очень много сатрапов. Понт. Интересно. Я вот за Парфию думал сделать, кстати. Селевкиды тоже интересно, но сначала за Парфию. Понт, опять же, тут очень интересно так расположился. Масилия. А за Афин, кстати, делал уже Global Saga. Вы знаете, прекрасно. За Сиракуза, вот. Хотя здесь лучше с нуля начинать, мне кажется. Потом. Еще мне кидали много сейвов, но я ведь не все, как бы, посмотрел. Но обязательно посмотрю. Вот. Ну что. Довольно интересно. Надеюсь, получится все. И для вас будет тоже интересно. Вот за Хируска в Global Saga делал. Почему-то не оценил. 120-130 ходов сделал. Пипец. Обидно было. Обидно. Ладно. В общем, на этом я закончу, пожалуй. Всем огромное спасибо. Надеюсь, вы меня услышали. Пишите свои комментарии, что думаете вообще в целом о том, что я хочу сделать на канале. Ну и буду с вами сейчас прощаться. О, господи, кто играл? Тут одни царские пельтасты. Вы посмотрите. И мета-силедротиков. Что за армия адская такая? Что за адская армия? Пипец. Пипец. Жесть. Ну, спасибо за подгон. Ладно. Всем спасибо. Удачи.